МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждое межсезонье болельщики пристально следят за тем, кто приходит в команду, а кто из нее уходит. Делают свои прогнозы и надеются, что новый сезон непременно станет лучше предыдущего. Каким он будет? Как повлияет коронавирус на результаты? И вообще, доиграем ли мы еще не начавшийся сезон? Какое место мы займем в итоге? Вопросов, как обычно, больше, чем ответов. Но сегодня мы поговорим о нашей команде и о том, какой она предстанет. Итак, начнем с тренерского штаба, в котором Василий Баскаков продолжит работу главным тренером, а его помощниками в этом сезоне будут снова Виктор Себелев и Павел Самойлов. А на позиции тренера вратарей у нас изменения. Вместо Сергея Павлова с этого сезона в томе будет трудиться Александр Подшивалов, который уже ранее дважды работал в нашей команде. Перейдем к игрокам. В связи с окончанием сроков контракта в томе покинули команду вратарь Арсен Сиукаев, защитники Айдар Лисенков, который продолжит карьеру в Саратовском Соколе, Андрюс Рукас, который перебрался в Омский Иртыш, Василий Запрягаев, Илья Шурыгин, Александр Горбатюк и Исмаил Идиев на данный момент ищут себе новые варианты трудоустройства. Ну а Никита Кокоев совсем недавно присоединился к Нижнему Новгороду и уже возможно встретиться с Томью, но в качестве соперника. Перейдем к тем, кто в этом сезоне будет радовать нас и слушать громкоголосное Болещицкое. Молодцы! На нашем стадионе. Это Вавилин, Зубчихин, Шалаев, Казанков, Пенчиков, Иванов, Буранов и Долгов. Они продлили контракты с Томью, что не может не радовать. Новички! А это самая интересная и интригующая часть нашего выпуска. Галкипер Дмитрий Арапов, имеющий опыт игры в премьер-лиге, перешел к нам из клуба «Чайка». В прошлом году в Томске он пропустил трижды. Ну а сколько раз спас? Дмитрий Плетнев на 54-й минуте наносит обводящий удар в дальний угол ворот, но блестяще сыграл галкипер гостей. Дмитрий Каменщиков – еще один игрок нашей команды. Новый, молодой, 21-летний, быстрый нападающий. Защитник Антон Белов, перешедший в Томь из чемпионата Армении. Призван укрепить нашу оборону, поредевшую в последнее время в связи с уходом нескольких ключевых игроков. Самым опытным из всех футболистов, пополнивших нашу команду, является 31-летний Андрей Бычков. Думается, что именно ему уготована роль так называемого лидера обороны, вокруг которого будут себя чувствовать уверенно молодые футболисты. Однако на этом комплектация не завершается. По нашим данным, в Томи на просмотре есть еще три человека, два из которых для нашего болельщика вроде как и новичками-то не считаются. Они уже в разное время выступали за нашу команду. Это защитник Илья Зуев, полузащитник Андрей Текучев и нападающий, который пока остается игроком на просмотре. К первому контрольному матчу вышеуказанные игроки, скорее всего, уже подпишут свои полноценные контракты с Томью. Ах да, товарищеская игра, едва не забыл. Уже во вторник, 21 июля, наша команда проведет свой спарринг со своим эль-классическим соперником футбольным клубом Новосибирск. Тренерский штаб планирует проверить всех игроков, посмотреть на их взаимодействие, дать возможность проявить себя в условиях, приближенных к боевым, так сказать. Для вас, уважаемые болельщики, будет организовано прямое включение с матча через официальный профиль в Инстаграме. Опережая вопросы про полноценную онлайн-трансляцию, сразу скажем, что она будет невозможна, так как матч состоится на загородной базе, где нет мощного источника интернета. Поэтому следить за нашими ребятами можно будет через Инстаграм. На сегодня у меня все. До встречи в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова